Докажем, что если число альфа приближено дробью z разделить на t ближе, чем на единицу делить на 2t квадрат, то z разделить на t – подходящая дробь. Это поможет нам, например, доказать, что все решения уравнения Белли – это подходящие дроби к корню из d. Доказательство такое. Мы уже знаем, когда рисовали решетку и рассматривали, как выглядят геометрические алгоритмы дробей, что точки, соответствующие подходящим дробям, являются вершинами выпуковой оболочки. Соответственно, если у вас есть точка, где-то не являющаяся, где-то не в вершине, то для нее найдется точка с, ну скажем, для этой точки найдется вот эта, которая ближе к прямой, а абсцисса у нее меньше. Значит, если называть точностью приближения вот эту величину, модуль y-αx, а что-то модуль y-αx, это расстояние по вертикали, да? То есть длина, вот надо провести вертикаль и посмотреть, какой есть отрезочек, и, естественно, по-моему, именно взять длину отрезка. Так вот, доказать, что нет такой дроби, которая лучше приближает, и при этом знаменатель у нее меньше. То есть должны доказать, что вот если α-t-z больше, чем α-x-y, то не может так быть, что x меньше t. Изначально, да. Геометически это вообще чипно. Вот я обязательно нарисовую картинку, но так уж получилось, что я сначала написал, а потом подумал, что лучше будет начать геометического доказательства. Давайте все-таки сначала посмотрим на измерение. Единица, деленная на xt. меньше или равна вот этого. Почему это не может быть нулем? Потому что, если бы это было нулем, то дробь y разделить на x равнялась бы дроби z разделить на t. Мы можем считать, что дробь z разделить на t нескратима. Почему? Потому что, если бы нам дали какую-то скратимую дробь, то мы могли бы ее сократить, от этого число t уменьшилось бы, соответственно, от этого увеличилось бы, и неравенство бы осталось верным. Значит, мы могли с самого начала считать, что дробь z разделить на t является нескратимой. А если она равна какой-то другой дроби, то в таком случае x будет в несколько раз больше, чем t. А у нас здесь написано, что меньше. Видите? Значит, так у меня не бывает. Значит, действительно, здесь нет моль, то есть модуль, по крайней мере, единица. Теперь, ну, собственно, делим. Получается разность дробей. И она меньше или равна, чем y разделить на x минус альфа плюс альфа минус альфа минус альфа. Отлично. Вот это у нас y минус альфа x делить на x, а это меньше, чем единица, деленная на 2,3 в квадрате. Замечательно. Ну, мы предполагали, что вот это меньше. И, соответственно, получилось, смотрите, какое неравенство. Единица, деленная на x,t, меньше, чем... Вот эта величина у нас меньше, чем единица, делить на 2,3, значит, все будет меньше, чем единица, делить на 2,3х. А второе слагаемое единица, делить на 2,3 в квадрате. Отлично. Вот это в два раза отличается от x, поэтому неравенство перевисывается в такой виде. 1 разделить на 2,3х, меньше, чем единица, делить на 2,3 в квадрате. Значит, t меньше, чем x. Теоремия доказана. Сразу, собственно, от чего я не доказал. Получаем, что если у нас есть натуральные числа x и y, удовлетворяющие уравнению пене, то x разделить на y, подходящая дробь числа орицей d. Доказательство абсолютно очевидное. Смотрим. y разделить на 1 минус корень из d. Как, чтобы учили в алкопе, полезно умножать на запряженное. В числителе получается единица. В знаменателе y умножить на 1 плюс y корней из d. Осталось объяснить, почему вот этот знаменатель больше, чем 2y в квадрате. Ну, почему? Потому что у нас тут просто явная формула. x плюс y корней из d, это корень из d y в квадрате плюс 1. Значит, это больше, чем 2y в квадрате. d, это, по крайней мере, двойка. Значит, вот этот корень больше единицы. Получилось больше, чем 2y. Таким образом, когда мы ищем решение о уравнении пене, на самом деле, достаточно смотреть только подходящие дроби. Не любая подходящая дробь удовлетворяется. Можете взять для корней из 3. Вот, например, период 2.1, потом много раз повторяется. А начинается вот так. Так вот, какие тут подходящие дроби? 1 первая, 2 первых. Ну, собственно, в самом начале, если вы подставите вместо x и y к единицу, а вместо d тройка будет 1 минус 3, это минус 2. Правда, потом исправляется. 4 минус 3, это 1. Смотрим здесь, что такое. 1 плюс 1, 3 на 1 плюс 1, 2. 1 вторая, это 5 третий. И 25 минус 27, это опять минус 2. То есть, видите, получается минус 2, 1 минус 2 и так далее. Вот, таким образом, часть будет решением равновесия пене, а часть нет. Так, ну, все-таки я говорил, что полгемерическое доказательство, хотя и было коротким, не является самым простым и самым понятным. Давайте посмотрим геометрическое. Геометрическое доказательство очень простое. Смотрите, предположим, что есть такая точка с координатами x, y, что она ближе к прямой y равно альфа x, чем точка A с координатами t, z. Посмотрим на площадь треугольника ОАБ. Это треугольник с вершинами в целых точках, поэтому его площадь не может быть, ну, например, по формуле пика, или потому что мы знаем формулу через определитель, не может быть меньше 1 в 2. Но площадь треугольника ОАБ меньше, чем сумма площадей треугольников ОАС и ОБС. При этом треугольник ОБС по площади меньше, чем треугольник ОАС. Ну, в самом деле, площадь треугольника – это произведение отрезка ОС на высоту, а высота, опущенная из точки В, соотносится с высотой, опущенной из точки А, так же, как вот эти вот величины, модуль альфа t минус z и модуль альфа x минус y. Таким образом, площадь треугольника ОБС меньше, а площадь треугольника ОАС вычисляется очень просто. Мы берем основание АС, оно меньше, чем 1 разделить на 2t, и умножаем на высоту, то есть на абсциссу точки А, она же абсциссу точки С, то есть на t. t умножить на 1 разделить на 2t, и как положено, когда считаешь площадь треугольника еще пополам, это 1 четвертая. Значит, площадь треугольника ОАС меньше 1 четвертой, площадь треугольника ОБС тоже меньше 1 четвертой, в сумме получается меньше, чем 1 вторая, а площадь треугольника ОАБ не может быть меньше 1 второй. Мне кажется, это понятнее, чем алгебраические неравенства. В сути, это примерно одно и то же, хотя геометрия все равно понятнее в данном случае.